Здравствуйте, меня зовут Виктория Андреевна, компания БАФинанс, слушаю вас. Виктория Андреевна, добрый день. Добрый день. Вот пытаюсь, собственно, уже четвертый раз звоню, выяснить, собственно, суть. То со связью беда какая-то, то непонятно. Так, ваш сотрудник мне сказал, что мне на прошлой неделе не могло приходить никакого смс-сообщения и звонков от вашего информатора о том, что... Так, а вы подождите, Александр Петрович. Да, да, это именно я. 89-й год рождения, станет 8 марта 2, Краснодар, Рашпили. У вас вот последние данные немножко неверные, и вы улицу неправильно называете. Рашпилевская, Рашпилевская, просто на старение не ставят... Нет, Рашпилевская. Рашпилевская. Хорошо, здесь вы больше не проживаете по улице 8 марта, да? Нет, нет, в городе Краснодаре по другой улице я проживаю, уже миллион раз звонил и информировал, ну, еще с предыдущими, назовем это так, вашими коллегами. Да, если информировали, значит, служба безопасности уже отправлена, она же не добавляется, нужно же проверить правильно. А куда, для чего отправила служба безопасности, давайте выясним. Значит, Александр, ну, естественно, не моя банка Ренессанская. Нет, 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 для чего? Это ничего не... Значит, смотрите, Александр, так это для чего? Для письменной отправки, для писем, которые вам отправляются. Ага, ничего, ни разу не приходило, ничего, вообще ни разу, ну, ничего. Ну, вот, потому что только сейчас, наверное, узнали, какой у вас за 35 долларов. Вы не поверите, год назад, год назад, члены. Да, нет, давайте ближе к тем, да, вы наверняка знаете, что у вас две задолженности по кредитной карте у вас остается незакрыт счет, получается. Он должен был... Сударование, простите, я вас сразу перебью по поводу кредитной карты. А кредитная карта должна была быть закрыта год назад, о чем я неоднократно уведомлял сотрудников КБ Ренессанс. Но почему данная карта не была закрыта, понятия у меня нет, потому что... Потому что у вас остались комиссии, я объясню почему. Нет, я вам сейчас расскажу. Подождите, подождите, я перебью вас. На данной карте, помимо лимита, который мне предоставил банк, был положительный лимит, то есть я специально положил денег больше, чтобы данную карту закрыли. Карта уже уничтожена давным-давно. Хорошо, а вы закрывали счет в самом банке? Почему они тогда не взяли справку о закрытии счета? Ну, потому что меня никто не уведомил, что ее надо взять. Ну, так это не должно уведомить, это прописано непосредственно в договоре, что если вам необходимо... Ну, ладно, карта это другое дело, по карте даже договора нет. Ну, вот смотрите, факт в том, что он сейчас не закрыт, объясню почему. Не перебивайте, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Потому что, я так понимаю, тоже был по карте долг, да, непосредственно. Вы его оплатили. Никто не спорит. Но я вам объясняю, что согласно 319 статье Гражданского кодекса, первое, идет списание процентов, второе, идет списание основного долга, третье, идет списание непосредственно штрафов, потом уже комиссии. Это до какого-то года. Потом после какого-то года, естественно, идет списание первого процента, потом списание штрафов, основного долга и комиссии. Те ваши деньги, которые вы вносили на карту, они списались именно по процентам, по основному долгу и по штрафам. К сожалению, по комиссиям не хватило денег, и они вам выставлены. Вот в чем дело. И она не закрыта. Вы, конечно, можете уладить этот вопрос в банке, но в том, что взыскание как бы есть. Я вам уточки говорю. Сейчас я вам расскажу. Нет, вот я вас услышал. Карта была закрыта одним платежом, досрочно, с большей суммой. То есть там не было ни процентов, ничего. Досрочно вы закрывали в самом банке? Вам сотрудник банка сумму называл? Или вы сами от себя вносили? Естественно, меня называл сотрудник. Потому что там тоже надо было писать заявление обязательно, если вы закрываете досрочно. То есть вы не пили до сейчас, возможно, там не нужно заявление, грубо говоря, писать. А раньше нужно было предупреждать. Раньше это когда? Суммы, они распределяются каждый месяц. И если опять же чего-то не хватает, остаток остается. Но если у вас есть видение действий по этой карте, то вы можете увидеть, как там было закрыто, что там был плюс, и что этой картой не пользовались. Конечно, у вас должна быть справка. Я понял. Значит, у вас нет справки, требуется. Хорошо, я, собственно, по другому вопросу звоню. Без справки, естественно, я, к сожалению, не верю больше банку, сами понимаете. Потому что остаток есть. Значит, про карте понятно. Кредит наличными, да, у вас здесь сумма ваша немаленькая. 293 363 рубля. Сумма, которая вводит вас в график, у вас остаток еще остается 5,524 основного долга. Сумма не фиксированная. Последний платеж вы производили 12 октября 2015 года. Просрочка длительная, 543 дня. Да, естественно, как вы планируете решать весь вопрос? Ой, ну тут все более чем просто. Да, вас со мной пытались сотрудничать. По-моему, кредит «Востокфинанс» или «Экспрессфинанс». Ну, я не разбираюсь в подобном. С августа месяца они со мной работали. Вот. И утверждали, что с августа месяца Кабаринесанс кредит вот-вот уже подает. Вот вчера, вот завтра подал, вот будет подавать в суд. Вы когда-то пропадаете, мне вас очень плохо слышно. Так лучше? Ну, получше, но все равно отголоски. Вот. А, собственно, говорили, что Кабаринесанс кредит будет в суд подавать. Я, собственно, как говорится, в режиме ожидания нахожусь, жду суда. Ну, так возможно, возможно, хотел подать в суд, но он может и не подавать. Вы понимаете, что есть еще 382 статья гражданского кодекса, это продажа по цессе. Ну, это будет самый невыгодный. Это решает, естественно, юридический отдел банка Кабаринесанс. Просто логически, давайте помыслим. Вы можете видеть, да, что я взял 100 тысяч рублей в кредит у Кабаринесанс кредит? Ну, я вижу, что 139 600, чтобы выданного кредита. Ну, 39 600, это страховка, которая мне была навязана сотрудниками. Ну, еще, страховка, конечно, по которой вы подписали. Ну, я же повторюсь, навязанная услуга была. Собственно, вы можете... Ну, может быть, навязанная. Я прихожу, допустим, неделю назад в парк, не буду говорить какой. Я говорю, я отказываюсь от страховки, она мне не нужна. Раз что она вам не нужна, вам будет начислен дополнительный процент. Вот что на то и выйдет, что со страховкой, что без страховки. Отказывайтесь от страховки, пожалуйста. Плюс каждый месяц платите по 2-3 процента. Вот что на то и выйдет. Вы где живете? Вы живете в России. Запомните. Великое государство. В России, она никак не может быть лучше. Ну, может быть? Ну, ладно, суть не в этом. Сейчас, я вам мысль свою донесу. В общем, Александр Петрович, я не договорил еще. Дискуссия, это может быть очень долго. Я понимаю, что вы платили. Я не говорю, что вы не платили. 117 тысяч внес. Взял 100, оплатил 117. И с меня банк хочет еще сколько там? 293. Но это, мягко говоря, нелогично. Ну, так вы примите. Там столько времени просрочки. А что мешало банку в суд подать? Вы нарушали условия по кредитному договору. Вносили не своевременно. Как хотели, условия свои ставили. А как вы можете ставить свои условия? А с чего вы взяли, что я ставил свои условия, сударыня? Банк выполнил перед вами все требования. Я вернул 100 тысяч. Извините, вы подписались и под страховку, и под данные проценты. Проценты колоссальные. Коммерческий банк, никто с вами не спорит. Но и вы были согласны на это. Хорошо, хорошо. Два вопроса последние ответите. И, в принципе, даже три. И я все. Я готов закончить этот диалог. Вопрос первый. Собственно, почему банк 500 с хреном дней не подает в суд? Ну, это надо спросить, если тут задать вопрос банку. Ну, это понятное дело. Для того, чтобы... Сейчас ему выгодно начислять вам проценты. Вот. То есть, банк искусственно затягивает. По которому банк, естественно, суд возможно передать, либо продать ваш договор. У вас и так сейчас испорченная кредитная история. Вы в базе должников находите? Ну, нет. Должников я бы находился, если бы был суд. То есть, вы уж не путайте понятия. Должником имеет право меня назвать только в суд. Я имею в виду для бюро кредитных историй, Александр. У нас их пять в стране. Они для кого-то, а не для судебных приставов. Я понял. Ну, второй вопрос. На основании чего ваша компания обрабатывает мои персональные данные? Ваши персональные данные не обрабатываем. Ваши персональные данные обрабатывают вам на основании еще 230-й статьи федерального законного... Нет, но я имею в виду именно ваша организация. В договоре также ваши персональные данные предоставил банк ренессанс кредит. Потому что в договоре еще нам по-белому прописано. Если вы не исполняете или исполняете ненадлежащим образом условия по кредиту, банк имеет право передать пор агентскому договору, согласно 1500 гражданскому кодексу, третьим лицам, ваши документы для взыскания. Наши персональные данные мы не обрабатываем. Но вы их получили... Работаем. Но вы их получили как третья сторона. Правильно? Вы, понимаете, вы заемщик в банке, вы не вкладчик. Если бы вы были вкладчиком, ваши права были бы нарушены. Вы заемщик. Я вас услышал. Сударыня, вот теперь попробуйте услышать меня. Все по закону. Услышьте меня. Я просто не договорил. Нет, Александр Петрович, у меня время разговора... У меня время разговора... Но вы не отвечаете на вопросы, сливаетесь. Но это не... Вы оплачивать не будете. Буду, буду, буду. Хорошо. В каком объеме? Как это ваш закрывается до 9 февраля или нет? Я вам... Я... Я... Я просто готов банк и вашу организацию послать на три буквы, где у посередине. Это слово суд. Вы мне скажите, оплачивать вы в мировом порядке собираетесь или нет? Только по суду. Только по суду, сударыня. Только по суду. Хорошо, я вас поняла. Значит, пока что отказ официально... Я же не отказываюсь. Момент... Сударыня, я же не отказываюсь. Момент передачи документов в суд, либо продажи, уже продажи по договору сессии, 3-4-2-2 гражданского кодекса определяет сам банк. Мы пока ведем тут судебные процессы, с вами работаем. Тогда встретимся в суде, да, Свидули, сливайтесь. Вот она курочка сказать не дала, а довольная сама себе. Вот такие вот работники МБА Финансы. Спасибо автору, от себя добавлю, это Кузнецов Дмитрий. Вот здесь вот, да, на что следует обратить внимание, на расстановку приоритетов, по их мнению, да. Ребят, слышали, да, когда человек начинает применять какие-то, ну, скажем так, аргументы, да, совершенно законные, объективные, наподобие того, что... Ну, а почему вы в суд не подали? Почему вы не подаете в суд на протяжении такого времени? И тут от нее идет перл. А потому что есть статья закона, бла-бла-бла-бла-бла, и вы ее нарушили, бла-бла-бла-бла. Так сразу же следует очередной вопрос. Я нарушил статью закона, и без всякого бла-бла-бла вы это констатируете. Так почему? Повторяю я вам свой логичный вопрос. Вы не подаете в суд. Или вы на себя водрузили ермо какого-то шариатского суда? Или, может быть, третейского? А может, вы в 90-е провалились, когда надо на стрелку приезжать было, прежде чем что-то решать? И еще она говорит, если вы не захотите удовлетворить наши требования в мировом формате или порядке, как она сказала. Дорогуша, судья-то слышала такой термин? Судья есть мировой судья. Так вот, это и есть мировой порядок. Добровольный порядок. Единственный. Рыба может быть одной свежести. Первой. Одной и единственный. Добровольный порядок решения вопроса в цивилизованном государстве. Может быть, один судебный. Все остальное – это вымогательство. И люди, которые через суд решают вопрос, давным-давно убедились в этом, что по суду может списана быть значительная часть. Вот эти вот 200 с лишним тысяч, которые банк выразил в формате своего аппетита коммерческого, как она сказала, колоссальные проценты, он засунет их тоненькой трубочкой себе в одно место и забьет молоточком таким, бам-бам-бам, если обратиться в суд. Более того, в данном конкретном случае, скорее всего, с должника вообще в суде ничего невозможно будет взыскать. И я так очень думаю, что банк не пойдет в суд. Потому что в суде грамотный юрист, вот эту по ренессансу мы уже точно знаем, можно эту страховку, как он сказал, он навязанную, но она действительно навязанная убрать, потому что он наверняка просто тупо ставил галочки и ничего своей рукой не писал, не писал заявление о том, что он хочет быть застрахован, просто порасставил галочки и все перед готовым текстом не читал. И все это, естественно, является тем самым использованием юридической некомпетентности человека, навязыванием дополнительной услуги. На основании 29 статьи Федерального закона о защите прав потребителей человек при ненадлежащем исполнении каких-то взятых на себя коммерческой структурой обязанностей может прекратить оплату этих услуг. В данном конкретном случае человек может прекратить оплату взносов по кредиту. Но это такая уже тяжелая артиллерия, кому это может быть интересно, вообще как устроена наша работа в описании, пожалуйста, ныряем, там есть ссылочки на наши все ресурсы, группу ВКонтакте, значит, на ресурс, где можно ВКонтакте задавать вопросы, также на наш сайт. На сайте есть видео для тех, кому нужна юридическая защита, посмотрите внимательно, сделайте все по инструкции, которые там четко по полочкам все рассказывается. Ну и подписывайтесь, конечно, на наш канал, ставьте лайки, кто этого не сделал по каким-то причинам, репост в соцсетях, пожалуйста, передавайте как можно большему количеству людей информацию, полезную посредством репоста в соцсетях, как я уже говорю. На связи был Дмитрий Кузнецов, всем спасибо, автору отдельный респект, благодарность, до свидания. Дмитрий Кузнецов